Добрый день! Игнат Тихонович, доброе утро! Иисус Воскресенье! Воистину Воскресенье! Я гляжу, вы заходили, а я был в огороде, поправлялся там. Вопросы какие-то накопились, да? Так, у вас что-то плохо слышно, поближе микрофончик к себе сделайте. Так хорошо слышно? Да, так лучше. Так. Значит так, у нас все выставляется в интернет, что записано, то вы не против? Да, я согласен. Так, второй вопрос. С чего же вы скрылись-то? Я должен был, я в ВКонтакте не работаю, я ударил по друзьям, немедленно найти его. Я книги-то послал все вам. Они вас даже на почте уже ждать. Ну вот извещения еще не было пока. Ну ладно, вы меня просто напугали. Я не тороплюсь деньгами, это я вам ответил. Вы там посчитаете, я высылал вам стоимость. Послал две коробки и два пакета. Хорошо, хорошо, очень, просто великолепно. Потому что, ну, я как бы... Нет, подожди, минутку, минутку. Это не вам. Две коробки только, без пакетов. Пакет это я вам раньше выслал. Слушайте. Говорите. Так. Значит, по поводу, вот я сейчас смотрел ролик как раз вас, по поводу Петра Михайлева, да? Так. Который мы беседовали. Вот, ну, все понятно. Но что ему делать? Вот ваше решение. Ему нужно делать 12 июля, приехать по Теряевку, принять крещение. И все? Ну, крещение полностью или просто погружение? Здесь миропомазание. И он возвращается и работает священником. Про это он может никому не говорить. Он что? Просто покрестился. У него получается так. Ну, очень много было разговоров. Все говорят, 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 да? А решение, и он спрашивает, как бы, а что делать-то дальше? Вот как быть с этими людьми? Особенно со священниками. Вот я, например, тоже... Петь, патриарха. Ну, как? Испорчено, значит, как? Крестить. Вот сейчас приезжают люди, которые были русские, они оказались за границей. И как? Оформляют через визовую службу, данные собирают, больной, не больной, судим, не судим. Как? С нуля? Ему гражданство присваивают. Так точно здесь. Так вот, это не обязательно же он прям в Теряевку? Он может, дома его кто-то может покрестить и погружение? Да, угодно, но никто не крестит. Люди, почему к нам едут с Франции, с Германии, не крестит никто? То есть, они говорят, это перекрещивание. Нет перекрещивания, его не было первого крещения. Это не надо делать. У вас совершенно хорошо. А еще они обманутые. А обманутый человек в темноте, когда получал деньги, а ему дали фантики, свет погашенный. Он пришел домой фантики, ему снова получать. Да ни слова он не получил. Его обманули. Просто, ну, вот как бы, его не смысл был разрешения. Ну, вот я, например, да, понял, вот услышал сразу все, понял, надо креститься. Прихожу к батюшке, ну, батюшка мой, слава Богу, там, в ад смотрит, и он говорит, без проблем, давай погрузимся. И все. То есть, ну, и принял погружение, как бы, и все, процесс исчерпан, да. Все там, трубить на всю страну и начинать выискивать вот этого, да, там. Как бы, какая-то вот непонятность такая. Ну, это ладно, это сейчас просто к теме. Полная понятность. Это сатана обуял, мозги затмил, у них ничего нету. Всегда крестили, да, разделение на Восточную и Западную. У старобряцев, у баптистов весь мир крестит, кроме православных беззаконников под именем православия. Что тут доказывать? Даже не было бы у нас ничего, ни Библии, ничего. Это общий опыт мировой. Ну, я просто так пытаюсь иногда людям сказать. И многие такие уже достаточно просвещенные, они так машут рукой, там, да, это все, это, ну, все и все. Что я буду с вами спорить, спорить не надо, да. Здесь сейчас написал один очень важный человек для меня, он председатель был миссионерского отдела. Вот я могу даже сказать, о чем пишет. Дескать, вы вот приводите доводы, но нужно указать на книгу, год издания и какой, чтобы у людей было больше доверия. И он абсолютно прав. Но я этого сделать уже не могу. Когда я собирал материалы, это 40 лет ушло. По времени ни интернет, мы этого слова не слыхали, даже не было-то. И поэтому мне помогали семинарии, академии, профессора, кто-то, по одной фразе найти. Одну фразу найти, у Яна Златоуста, это 12 томов надо молотить. Потому что он... Давайте это, я просто раззвоню, у нас раннее утро, да. Я вот уже встал с 4,40, и поэтому, ну, как бы все быстрее, чтобы мне вопрос задать. Чтобы сами иногда сходите на почту. Вы мне телефон скиньте сейчас. Я бы вам хоть позвонил. А я там в этом, в Майл.ру написал, дал ваш этот, свой номер. Не дали, нету. Я проверил все, промолотил, нигде нету. Телефона нет вашего у меня. В почте, в Майл.ру, в почте нету. Когда дали? Ну, сейчас скажу даже. Ну, на сегодня или нет? Нет. Все, дайте сегодня. А, у меня точно, у меня зависал компьютер, все, понял. Все, у меня нету, я даваю через друзей. То есть вы сверяетесь, потому что, если вы не получите, это будут отсылать обратно, и мне опять платить дважды деньги надо. Да, 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 понятно. А так, не рубль. Я в Майл.ру это, ну все, я еще раз пошлю. Вы обязательно пошлите сегодня и сразу на почту, сходите на всякий случай. Бывает, мимо прошло, вы уже должны прямо у дверей держать этих почтальонов. Да, да, да. Сходите, знаете, скажите, вот я-то, придет сразу, и телефон свой, чтобы позвонили вам. Можно сразу более конкретно по вопросам. Не слушаю. Значит, вот смотрите, у нас храм, да, он имеет два этажа. На первом этаже совершается служба, на втором этаже, на первом, на втором этаже у нас служба совершается, на первом этаже лавка. Я как бы протестую против лавки, говорю, она вообще не должна быть. Они говорят, ну у нас же, это вот храм, это там наверху, а внизу это вот, у нас такая вот лавка. Но там свечами и требуем у нас не, это все за пожертвование идет, а продаются иконы, книжки, как вот к этому отношению? Это вообще не должно быть. Понимаете, у вас ограда есть у церкви? Да. Канон говорит, в церковной ограде. Понятно. Тут никакие этажи не помогут. В церковной ограде. В общем дело-то. И они, говорит, не проносили никакой вещи нельзя проносить. В Евангелии нам говорится, вещи даже проносить нельзя. Они не могут без этого. И когда говорят, а как, вот придите у нас посмотреть, у нас вообще нет ничего. Ничего не продается, не покупается. И вы же, и общий, а как, где деньги нужно, собрали. Да, то получается лукавство. И десятину, с одной стороны, требуем, и тут же торгуем там это, ну... Детина покроет все. Не надо торговли. Когда будет чисто, вы только молиться будете. Не надо никого обманывать. Христос пальцем никого не трогал, кроме торгашей. Он выгнал их веревкой. Сплел бич, написано, чтобы легче пороть было. Они не хотят жить. Соприно завели. Соприно нужно закрыть сегодня же. Если бы по закону государственного судить этих торгашей, которые все это развили махинацию, миллиарды. Миллиарды. Речь идет о миллиардах рублей. Да, да, да. Это такая сейчас теневая экономика, страшное дело. Так, ладно, дальше. Вопрос о частном причащении. Так, святые отцы разбиваются на две группы. Одни считают чаще, другие реже. Слово реже, вот у нас приятно, четыре раза в году, когда пост был. В России всегда причащались только великий пост Рождественский, Успенский и Петров. Вот все. Это Россия прожила тысячу лет на этом. А что каждый день, это, батюшка у меня родной брат, и, знаете, это, как правило, бесноватые люди. Они лезут, что-то вытирают, они ходить не могут в монастырях. Женщины в основном это. Им надо... Бывают мужчины подкаблучники. Чем это связано, не знаю. Но это именно так. Что тебе это даст, когда ты живешь не по-христиански? Белбород Марии Египетской. Она раз в 1,47 лет причащилась. И все. Но, как бы, на частном чтении идет, там, да, например, Ян Златоуст тот говорит, если вы пришли на литургию и не причащаетесь, то вы должны... Что вы пришли? Вы куда? На брачный пир пришли? Речь не об этом. То есть они вообще не причащаются. Людей это было тоже... Государство соединилось с церковью. Патриарши и монаши престолы слились в одно. И поэтому там уже пошло совсем не то, что было. Сколько раз причащались ученики? Мы даже не знаем нигде. Никто не знает, на сколько часов Христос воскрес. И не надо добиваться этого. Я повторяю, что вот к фериоку, исхождение Духа Святого от Отца и Сына, половина святых отцов так понимали, а сегодня это ересью считаются. Спросите, как Григорий Низкий понимал, брат Василия Великого. И так и причащение. Один, да, счастливый, другие. Но то и другое церковь приняла на равных. Причащаются чаще. Вот я раз в неделю хожу, в воскресенье, то есть когда вот возможность, субботу вечером и воскресенье, и в воскресенье я причащаюсь. То есть вот я, если пробовал реже, какой-то вот, ну, нету, чего-то не хватает. Вот сразу чувствую. Человек как привыкает, он на этом только живет. Он не купит свечку, чего-то не хватает, он оборачивается, стоит. Так можно приучить себя к чему угодно. У нас никто не оборачивается, причащаются дети. При счастье надо усиленно готовиться. Многие больные, немало умирают. Из-за того, что недостойно не рассуждают о теле Господнем. Да, да, да. Ни занятий, ничего нету. О теле не в чаши, которая. А что это соединяет тебя с Голгофой. То теле, то ты страдала. У людей нет этого понятия. Я причащаюсь чаще. Причащаюсь. А зачем? Что ты этим хочешь получить? Что ты этим... Написано, если отрицает. Я его не отрицаю. И поэтому приходит время, мы причащаемся. Вот пост был в Велике, мы все причастились. Сейчас вот Петров будет опять причащаться. Церковь никого не принуждает. А сейчас кто не причащался, кто не причащался. Священник выйдет с чаши. Идут неверующие. Иногда забегут в храм. Передоще нашу уже поют в конце. И когда без эпитемии, исповедения настоящего нету. Иоанн Таус говорит, если эпитемию не накладывают в священник, он гибнет. Сам гибнет. То есть в аду будет. И того, кого причащает. Почему его Александрий... Макар Александрийского, жития его не считает ни в церкви, нигде. Он видел, когда причащаются люди, а черные пивовку уголь в рот вкладывают. А на это получается вопрос сразу, да? На вот литургии верных, оглашенные языки, а вообще кто должен исходить из храма? Те, которые готовятся к окрещению, которые курсы проходят, оглашаются словом глаз, устное идет занятие, катехизация. Те, которые отлучены за грех, и все. Которые отлучены, эпитемия. А если епитемия, он выходит, батюшка, говорит, вот на оглашенной языке каждый должен исследовать себя. Я попалую. Ты считай литургию. Каждый исследовать себя. Как ты исследовать себя будешь, когда пришел? Ты должен дома себя исследовать, да еще проверить себя. Чего исследовать, когда не постился, ты должен быть уже отлученый. Безбородок не запускают. Чего исследовать-то? У меня родной брат Портуерей, отец Аким, приехал в один где-то там, я не знаю, какой это там монастырь что ли, и священник ему говорит, батюшка, они давно знакомые, помоги тут, много исповедников, но там может сто пятьдесят человек. Ну хорошо. Вот тогда объявляет, кто не постился, а стоят все пришли прищищаться. Кто не постился, в среду, пятницу, 69 апостольское правило, те не имеют права прищищаться, и далее будет эпитемия. Прошу освободить. Осталось меньше десятой части. Дальше безбородок и прочих, которые нарушают образ Божий, прищищать не буду. Дальше. То есть, а дальше осталось десять человек. Десять человек, я спрещал исповедовать. Священники сегодня баламутят, балагурят, они неверующие. И думаешь, они ждут антихриста. Народ ничего не знает. Вот я сейчас возьму в окрестности, один раз в году пойдут воду набрать, и в другой раз на Пасху. Все. И гуляют, и пьют, и блудят, и воруют, и матерятся все. Это все прихожане. Я 17 лет работал в тюрьме. 3700 преступников. 90 из них, это крещеные православные. По пятой, по шестой ходки идут. И священник идет и прищищает их. Безумие полное. Я что могу сказать? Мне говорят, вот чтобы вам поверили, данные такие, это я собрал. Я скажу, что правильные слова, но делать я это, во-первых, ни времени не имею, и копаться теперь, у меня нигде это не помещено. А у меня задачи нет их убедить. Моя задача засвидетельствовать. И поведут вас перед судьями, и везде свидетель. Я сказал, он не пылил, я отошел. Это ереси, набитые храмы. После первого, второго разумления, иди ка, отвращайся. Отвращайся. Потому что они самоосужденные. Они прописаны в аду. И мне не надо убеждать ему, какое место там со священником я беседую. И он знает, что он... И говорит, я правильный, я за полное погружение. А которых перепортил, найди, верни, исправь. К нам приезжают протеереи, там какие, крестятся, возвращаются, и они дальше служат. А то, а я причащался, что из этого... То есть, лукавые. Я сказал, ты не хочешь, ну и живи. Пока тебя, говорит, ватчерти потянут. Хорошо, Игнат Тихонович, дальше. Вот общался там у меня друг, ну, как бы, брат, не брат. Он, значит, из пятидесятников, да. И вот он... Как бы его... И зашла тема о грехах родителей, да. Мои родители, они не были зарегистрированы, и... Ну, еще время, они были и атеисты, до какого-то времени. Потом мама обратилась, и он говорит, тебе надо покаяться за грех родителей, потому что они жили... Жили, я... И у меня это как-то это немножко, ну... Это надо каяться за грехи родителей? Видите, тут какой смысл заложен? Слово каяться, это признать. И молиться об этом, что Бог их освободил от этого греха. Смысл-то в чем заключается? Ну, допустим, тебя расстреляли, нужно покаяться в расстреле царя. Я его не расстреливал. Я против расстрела царя. Но этот грех лежит на всех, на нас, если мы считаем, вот правильно, туда ему дорога к Кровавому Николаю. Вот ты должен в этом понять. Что нужно раскаяться, что если бы я тогда был, как говорили парисеи, то мы бы не сделали так. А сегодня это делать еще хуже. Пришел сам господин пророков и его распяли. Они лгали. Он говорит, памятники делайте им. Ну, это то, что я молюсь за родителей, конечно, потому что... Они такие же родители, как у вас. Так же. Было священство, ничего не знали. Ну, родители благословляли иконы, благословлят. И больше... У меня было ни одного. Мы церкви не знали. Слово Евангелия, Библия я не слыхал. Понятно. 23 года обратился. Мать сказала, есть ад, и страх Божий она вселила. И Бог сохранил от всего. От воровства, от матерков, от женщин, от всего. Это Бог сохранил. Несмотря на то, что я же не такой был когда-то. Служил по культуре, тем более... Значит, вот по поводу у меня вопрос молитвослов, да, который существует современной православной. Он вообще, это, ну, как бы, правильно, неправильно, то есть... Многое в этих молитвах, многое, повторяю, ни два, ни три слова, многое не сходит со Словом Божиим. Но я не нахожу нигде ни одной молитвы, которую я бы читал и мне повредило моему спасению. И я их читаю. Но у нас они переведены на язык. Ну, обязательно их читать, да? Ну, опять же, вот, допустим, у нас обязательно в лагере, я же в начале детского лагеря, на молитву Господу Иисусу Христу, а на ангелу-хранителю и Божьей Матери, которая в молитвослове. Ни одного слова мы нигде не изменяем. А там 10 молитв. Но у нас больше поклонов, 100 поклонов. Мы молимся за правителей, за патриарха Кирилла, за всех перечисляем. Мы молимся. И кроме того, у нас утреннее чтение Евангелия с толкованием. У нас получается достаточно времени, и мы не связаны. И мы молимся о нужных. У ребятишек бывает родители куда-то поехали. Они тут же говорят. Мы за всех молимся. У ребят живая молитва. Вот вчера только мне позвонили. Вот сегодня должны из Греции вылететь в Бельгию. И мы уже вечером записали, во сколько они вылетают. Как раз у нас 4.40 встаем. Они в 5 вылетают. И мы уже молимся. Сейчас ждем ответ. К нам отовсюду звонят. Почему? Люди знают, что мы очень глубоко верующие. И не по названию. Если нам сообщили молиться, я за всех молюсь. потом дальше. Ладно. Я просто очень кратко касаюсь, потому что я звоню, мне сейчас на работу бежать. Я вот вопросы накопили. Я стараюсь их так побольше. Потом вы найдете. А? Для меня самое главное сегодня не вопрос, а вы, что я вас нашел. Господь сказал. Спасибо, Христос. Вопрос такой, значит. Вот, ну, когда начинаешь вникать во всю духовную жизнь, возникает там вопрос о молитве Иисусовой. Да. Что вот, ну, говоря там, умное делание, да, то есть мы вот проходим этап. И насколько это важно в жизни человеку? Важно. Но из этого сделали как идола какого. Да, да, то есть кругом, о чем кругом не говорится. Говорится о молитве Иисусовой, молись, вот ты вот, беспрестрано, делание там и такое вот. Делание, все это обман. Этого нету. Написано, не перестанно молитесь. У филиппистов написано, открывайте свои желания перед Богом. Желание открывать. А в Иисусовой молитве я не открываю. На меня нападает лев. Лев, а я Богородица, Дева, радуйся. Моя задача освободить местность от львов. Задача, чтобы паломники прошли и их не задавили. Поэтому молится, ставит крест и он сдох. Это я из жития я на Златоусте говорю. Поэтому у нас Иисусова молитву Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного считаем 10 раз. 10. Все на этом. Дальше 10 Богородицы, 10 Ангелу Хранителю. А про себя ее надо читать? Это всегда можно считать, но у меня все время это не должно быть помилуй меня, помилуй. Я уже помилованный. Теперь мне, Господи, дай мне силы расслышать голос Духа Святого и жить, как повелевает Дух Святой. Помоги мне запомнить, что я читал сегодня Евангелие. Господи, дай мне не забыть, сегодня мне звонили 4 больных, я должен посетить их. Как мне средства маленькой пенсии распорядиться там многодетное? Как я могу оторвать, отдать? Господи, напомни мне это. Вот там пожар в Забайкале, мы все поднялись и молимся. Было наводнение на Амуре, мы все на молитвах. Для нас все близко и дорого, это и есть молитва Господу. Не обязательно Иисусу молитву-то. С чего взяли? Это монахи. Да? Ну, просто начинаешь и тебе, как бы, начинаешь ты входить в это все и тебе говорят, вот ты вот молись непрестанно там и приводи там примеры, что вот они вот это вот. Это шестые наработки, монашеские выдумки. А когда? А когда молиться, да? Если я работаю, у меня мысли, например, о работе, как сделать лучше, как людям, чтобы вот все были в таком состоянии, да? Попутно скажи, вот я на станке работаю, сам не изобретал, а другой изобрел. Господи, благодарим тебя. Мы каждый день молимся Богу о Мартини Купере, изобретшем мобильный телефон. А Тим Бердер Стрели, который интернет изобрел, каждый день мы понимаем, их поминаем имена и в лагере. А некоторые их проклинают, да? Ну да. Потому что, ну, они убиты, если участвуют... Путина, за Петра Порошенко, за Рамзана Кадырова, за Лукашенко, то есть, мы всех правителей, кого знаем, поминаем. Господи, умудри их, чтобы мудрые законы издавали. Сохрани от покушения на них. Вопрос дальше, да? О крестниках. Вот у меня, значит, есть семья, она только недавно пришла, приходит к Богу, там, ну, начинает в церковь, Евангелие понемножку читать, но очень так неактивно. У них должен родиться ребенок, а они меня просят его покрестить. Я им говорю, ребят, вы сначала сами придите к Богу, да, то есть, как... Повыше голову, а то вы ушли туда, вот так, да, говорите. По поводу крестников, да? Да. Они меня просят покрестить ребеночка, который родится, ну, вроде... Вы же не священник, как покрестить? Нет, ну, быть крестным, извините. тайно выражайся. Да, ага. Но они должны знать, что вы имеете власть над ним больше, чем родители, а они на это не пойдут. Вы должны не учить. Я ему говорю, вы должны не просто ребенка принести, а вы же должны сами как-то участвовать во всем этом. А смысл какой? Я взял ребеночка у вас, принес его, причастил, или там, ну, с ним в церковь сходил, а вы-то где? И он придет в ту среду. То есть, вы сначала сами должны прийти там, если вы не пришли, какой? Потому что ж куча младенцев таскают, да, людей там, причащают. Че причащают? Непонятно. Зачем непонятно, да? Че они, магизм какой-то? И все. Вот это вот нужно каким-то образом дать осознать людям, что если, допустим, родители умирают, то крестный воспитывает ребенка, воспитывает. Да, да, да. Вот так отец родной. И так и называется он. Мой крестный. А они на это не идут. У меня крестников тоже хватает. Просили. А я власти не имею ни над ним. Мало того, родители потом еще натравлюют против. И тут же вопрос дальше. Ну, это как бы мы ответим за них. За тех, кого покрустили и не воспитали в православном. Хотя бы молиться. А он отступил, не желает ничего и нету. Просто обман был. А теперь он играет в компьютерными играми. Мать звонит, он крестик мне. Совершенно сошел с ума и к дурдому. Он ни у дня не работал. 18 лет, ну, игры компьютерные. А это люди, которые играют, это сумасшедшие, бесноватые. И он начал бесноваться и отправили. И все. Я ему сказал когда, а я не верю ни во что. Ну, не верить не надо. И все, я отошел. Я и не нужен там. А то прямо как бы все так пинают себя. Че, что вот молчишь, у тебя вот крестник, он там в тюрьму сел, ты вот должен. Я говорю, ну, если он Бога, уже ему было рассказано, да, он не слушает. Теперь государство, он попал под влияние, ну, последственный комитет там. Ну, че ж теперь-как. Правильно. Господь вразумит уже, может быть там как-то. Может быть там, да. Если бы он хотел что-то, он что-то хотел понять, он бы пришел ко мне и сказал, че мне делать, да, там. Да я сам к нему иду, но родители натравляют против. Я пытаюсь, они ни под каким видом не допускают. Ну, и все на этом. Они меня освободили от влияния, освободили от ответственности. Я ничего от этого не теряю. Теряют-то они. Еще вот, значит, вопрос, вот по поводу вашей карты пластиковой, да? Она на вас оформлена? На меня. А вот этот телефон, она на этот телефон сотовой оформлена? Да. Просто в сот, вот я пытался, например, на эту пластиковую карту, там 20 цифр. Да. Почему 20? А там и оно не проходит платеж, потому что, ну, написано 16, 18, или 15, ну, 15, 16, 18, или 19 цифр должно быть. Только есть. Это не я делал. Ну, если бы не посылали, то мне посылали с других сторон, и я все получил. Не было такого, чтобы я не получил. Ну, попробую через, просто я через онлайн-банк заходил, а там поддают. Я же отдаю Сбербанк. Через Сбербанк можете. Ну, да, я вот через расчетный счет. Расчетный счет. Пенсию получать буду, я там получу. А я вам тогда просто буду понемногу высылать деньги. Ну, это как сможете, отмечайте себе и ко меня уведомляйте. И каждый раз говорить, осталось столько, то у меня такие и есть. Я не... СМС-ка или как вам? Как вам, через что посылать? Ну, как угодно вам, через банк или через это, если пройдет. Только высылайте не копейками, разбейте хотя бы на две части, которые за те книги заплатили новые. Я вам показал, сколько перепис, пересылка обошлась. Я не беру ни грамма, ничего. Тем более, если деньги приходят, они у меня уходят на нуждающихся. Слово сказать. Да, понятно, да, что вы... 90% книг, изданных мной, я раздаю в библиотеке. Уже развез, больше 500. А всего 1000 экземпляров, что спрашивать-то? А то прям какое-то как искушение. И вроде, и поставить, то забуду, то приду в банк, и там что-то не принимают. говорят, что это вот у вас там... Выслал. А чего вот так на фотографии спиной повернутся с ребенком-то? Чего ради? Это очень давно был контакт, и когда, если я давно зашел в контакт, и зашел прямо, и сыпется куча, ну, вот этих там, спама идет. То есть, ну, видит лицо, да? И у меня был такой протест, как бы, я взял, повернул... Я прошу заменить, потому что не вызывайте никакого доверия. Честный человек свое не прячет. Да, да. Я говорю, я просто, ну, протест такой, что вот у меня ребенок, отстанься от меня. Нет, 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 нет. Нет, это никакого ответа. У меня 5500 друзей, и которые вот так вот есть, я просто расстаюсь с ними. Знаете, что ты первый, кто спросил, и я как бы не задумывался никогда. В очках, которые, я их в друзья не принимаю. Да, да, да. Я с преступниками работал много лет, я знаю, что это такое. Я тоже не могу, вот если я не вижу человека, то есть как с ним разговаривать, что он на себя представляет. Мне очень важно зрительно увидеть его. Ну, у меня 2800 роликов наших, вы можете представить. Вот сейчас с вами я разговариваю, тем более от меня получаете и книги. Чужой вам не пошлет эти книги. Да, да, да. Так что и вы ко мне поверните с лицом. Хорошо. Спасибо. Вот мы о чем говорили, чуть-чуть маленько вернусь назад. Люди требуют доказательства, ссылки на какое место. Это очень хорошо. Но сделать я это не могу никаким образом, потому что 30 лет назад материал был собран, у меня сгорел дом, у меня ничего на руках нет, а искать где-то. Он не верит, не верит. Меня не поставлена задача убедить, а задача засвидеть. Он не принял, это его участь. Там просто спор бестолковый. Это вот сразу изначально было, что этот диспут, он ни о чем. Хотя он для многих именно явился камень. непонятно, что вот разделение, где оно разделение, да, там. Палковский, он пытался оправдать себя, свое поведение и как-то вот самому себе сказать, да в чем проблема? Вот вода, вот крестись, и все. И выйдешь, и будешь рожденный. Проблема-то в чем? То, что он говорит, это к больным относится, он считает, больной, а ты больной, а они всех воображают, все парализованные, а теперь он будет прищищать и умертвить, на кладбище отправить. Многие умирают. Это совершенно антихристово дело, что они делают. Повторяю, что всюду вода и все крестят, кроме их. Это какой-то договор с сатаной заключили и священство. По-другому никак нельзя понять. Вот именно покаяние должно быть. Признать, что мы, вот вся наша православная церковь находится в большом месте. Да она еще можно давно не православная. Андрей Кураев прямо говорит, тоталитарная секта. Вы говорите, она благодатная, за есть благодать. Я еще раз говорил, что так весь мир уже считает ни за кого. У нас другого варианта нет, все равно. Деньги все еще, где-то там это, почему Краснов Левитин говорил, главная болезнь государства, корысть и трусость, трусость и корысть. И моя родная православная церковь трижды больна этим. Корысть и трусость, боятся, что его сдвинут с места. У них образование, у меня, говорю, ничего нет. У меня есть то, чего ни у одного может нету. У меня есть свобода. Где Дух Господень, там свобода. Я никому ни разу ни одного слова не сказал, подлаживаясь, чтобы я ему понравился и меня никуда не... Я говорю, начали спор там, ну что вот так резко там, я говорю, вы просто, ну, резко, а как иначе? А мягко нас гладит, каждый день в церкви гладит, мягко аж засыпаешь от этой глажины там, что гладит-то? Ну, допустим, мы смотрим фильм Стармат, там другие, они там, кто не угоден, они в толпе укол ему дают, он падает, а люди-то не знают, что такое. Они это делают. Они. Я уже не раз думал, с чем это связать? Крестить надо в полное погружение, согласны. Но если ему к голове ладошкой мухрая стопа, уже нельзя. Я стал сравнивать, как печать антихриста. Как? Как будто мы опять шибли, печать поставлена, и теперь не продать, не купить, не войти в Царство Небесное. Это не просто мочение голов. Это отвержение истины, попрание Божьей заповеди, отвержение православного учения. Все в этом заключается. А они крутят, вертят, это не он, его сатана крутит. Садись в креста и поверим. Докажи нам, и мы поверим. Не сойдет он, он пришел не до этого. Все, уходите. С Богом. Все, до свидания. Спасибо, Христос. Так.